Метроэкспо, день 2, мы говорим не только о продуктах, которые давно стали уже классикой, но и о трендах. Сегодня мой гость Анна Самстыка, это представитель компании Bravo Trade, настоящий сомелье. И у меня по распоряжению нашей гости Анна оказалась бутылочка классического брюда. Почему она такая маленькая? Она такая маленькая для вашего удобства. Если у вас большая компания, праздник, это же удобно, да? Это гораздо экономичнее купить полтора литра цена ниже, чем 0,75 бутылку. Вы всех можете напоить таким замечательным шампанским. Слушайте, ну брюд, это понятно, это действительно классика, которая способна поддержать практически любой повод, любой праздник и любое застолье. А вот что является настоящим трендом, скажем так, среди вин в 2019 году? Потому что культура, скажем так, распития вина, она действительно стала очень такой распространенной. Но к чему-то же мы стремимся, куда-то мы идем. Абсолютно верно, у нас очень повысилась культура питья в нашей стране. Люди много путешествуют, бывают страны, где производится вино. И, конечно, приезжая оттуда, они хотят видеть что-то интересное здесь. Поэтому мы, компания Браво Трейдс, стремимся тому, чтобы соответствовать этим запросам и привозим какие-то необычные диковинные вина. Одна из последних новинок – это оранжевое вино. Его много к тебе делают. Родина – это Грузия. Вина Квеври, так называемый, в глиняных кувшинах, которые закапываются под землю. И при естественной температуре происходит брожение с косточками, с мякотью, даже с грибнями. Получается весьма специфический продукт, такого ярко-оранжевого цвета, с ароматикой апельсина. Очень необычный и потому запоминающийся. Вот такие оранжевые вина – это тренд предстоящего сезона. Помимо всего прочего, это деклатифицированные вина. Вина, которые называются столовыми, но таковыми не являются. Берется один какой-то сорт винограда и самые лучшие терруары, самые лучшие зоны его произрастания. Именно из-за этого нельзя клатифицировать вино. Оно остается столовым, но при этом по качеству это очень интересная, вкусная, ароматная, фруктовая вещь. Слушайте, но учитывая то, что вы так открыты к экспериментам, я думаю, что мы по праву можем называть вас винными трендсеттерами. Потому что предположить о том, что в моде будет оранжевое вино, которое абсолютно естественным образом бродит в глиняном, как это горшке правильно называется, да? В глиняном кувшине под землей – это действительно очень круто. Но оно еще весьма специфическое, на любителя, скажем так. Знаете, как музыка Моцарта. Все понимают, что это очень круто, но слушать музыку Моцарта могут не все. Также с оранжевым вином. Это весьма специфично, это интересно, это запоминается, но не всем по вкусу приходится. Какие блюда к столу порекомендуете к оранжевому вину? Я бы порекомендовала блюда, в которых есть ароматика и вкус созвучный органолептики этого вина. Это может быть паста с грибным соусом, это могут быть какие-то рыбные блюда тоже со специфическими ароматами в соусах. Такое что-то созвучное. Может быть даже соусы на основе апельсиновой цедры. То есть вот одно подходит к другому. Слушайте, что пожелаем всем нашим телезрителям и какую бутылочку вина порекомендуете открыть сегодня вечером? Ну, я пожелала бы нашим телезрителям пить вино правильно, потому что вино это живой продукт. То, что находится в бутылке, зачастую продолжает жить своей жизнью. А наши люди, покупая бутылку вина, скажем, за тысячу рублей, принося ее домой, производят с ним неправильные манипуляции, поэтому не получают всего того, что в нем заложено. Я бы рекомендовала нашим людям элементарные правила соблюдать. Во-первых, охлаждение как для белых, так и для красных вин. Средняя температура подачи красных 16-18, это надо помнить. Ну и, конечно, правильный марияж, женить бы виное блюдо, чтобы одно подходило к другому. Вот эти минимальные требования очень важны. Продолжал бы беседу с вами бесконечно, узнал бы о вине гораздо больше. Но у вас есть такая возможность, в отличие от меня, Анна Самстыка, следите за деятельностью компании Bravo Trade на сайте компании. И мы будем рекомендовать вам только хорошие вины. А вам хочу сказать большое спасибо и успешного бизнеса. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.